На протяжении всей текущей недели наш телеканал рассказывает своим зрителям о том, как в столице Верхневолжья осуществляется уборка снега на улицах и во дворах. Корреспонденты Тверского проспекта уже посетили Пролетарский и Заволжский районы регионального центра и поинтересовались у местных жителей, как они оценивают работу коммунальных служб. На очереди Центральный и Московский районы. Самый центр Твери, улица Советская, несколько десятков метров от здания регионального законодательного собрания. Кажется, где как не здесь проезжая часть, обочины и тротуары должны находиться в идеальном состоянии, быть полностью очищенными от снега. Как-никак одно из видовых, что называется, визитных мест областной столицы. Однако не тут-то было. Если с дорог снег убран, то вот обочины покрыты серо-коричневой массой из снега и песка. Не проехать, не пройти, сетуют водители. Насколько сложно вообще передвигаться в таких условиях? Парковаться в первую очередь? Парковаться вообще сложно. Передвигаться по большим улицам, по центральным более-менее, по маленьким, во дворах ужасно. Снега дофига, не сильно хорошо убирают. Так припарковаться вообще, дороги узкие очень, перекрывается снег. Парковаться неудобно. И подобную картину можно наблюдать на многих улицах Центрального района Твери. Как отмечают горожане, более-менее активно убирать снег в центре коммунальщики начали только с середины текущей недели. И пока до окончательной победы над капризами природы, очевидно, еще очень далеко. Справедливости ради нужно отметить, что участки возле остановок общественного транспорта коммунальные службы чистят. Например, здесь, на улице Советской, видна четкая граница, где снег убран. Однако складывается впечатление, что все, что дальше остановки, не в зоне ответственности городских служб. Возможно, активизироваться в борьбе со стихией коммунальщикам помогут надзорные органы. Так, с начала этой недели регулярные рейды по всем районам областной столицы проводят сотрудники прокуратуры и представители ГИБДД. За некачественное содержание городских улиц виновным могут грозить солидные денежные штрафы. И первые финансовые санкции уже назначены. Причем как в отношении МУБЖЕК, так и в отношении Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. Возбуждено было два дела об административных правонарушениях. Одно в отношении юридического лица, это МУБЖЕК. Оно рассмотрено, назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Также рассмотрено, возбуждено прокурором дело об административном правонарушении в отношении Департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери. Также назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Недовольны представители прокуратуры и тем, как коммунальщики убирают снег в московском районе города. Наша съемочная группа в эту пятницу побывала и там. Ситуация схожа с той, которую можно наблюдать в других районах регионального центра. Огромные сугробы на обочинах, снежная каша на парковках, лед во дворах. Вот у нас там вот эту дорожку посыпает пешком, а здесь нет. Вот этот 71-й не посыпает. Идешь, еле идешь. Того гляди, упадешь. Нигде не чистится. Я живу в Можайском, да там южном, тоже нигде не чистится. Как работа коммунального служба оцениваете? Отрицательно. Еще основные дороги чистят. Тротуары нигде не чистятся у нас. Дворы не чищены. Я работаю на машине. Очень сложно передвигаться по дворам. Скользко, гололед под этой кашей, голый лед. Ничем не обрабатываются дворы, ничем не посыпаются и не убирается снег. Это очень тяжело. И это не первый двор, где такое безобразие. Во всем городе так. Подведем итоги. На протяжении последних нескольких дней съемочная группа Тверского проспекта побывала во всех районах областной столицы и оценила, как там справляются с уборкой снега. Жалобы на работу коммунальных служб звучали от жителей домов на улице Бабкова и Бориса Полевого, поселка Вагонников и набережная Фанасия Никитина, улиц Советской и Можайского. Картина везде схожая. Каша из снега и грязи на обочинах, снежные колеи на проезжей части, не убранные от снега дворы. Пока все говорит о том, что к нынешней зиме коммунальные службы региональной столицы оказались не готовы. Удастся ли переломить ситуацию за оставшиеся несколько недель зимнего сезона, покажет время. Мы же со своей стороны продолжим следить за работой городских служб и ждем ваших сообщений на тему некачественной уборки улиц и дворов Твери.